доброе утро дорогие друзья приветствую вас на интерстриме трейдеров ютрей т.в. меня зовут игорь суздальцев мы начинаем программу торговый план за сегодня 6 июля 2017 года четверг давайте посмотрим как вы завершили страшный день индекс ммвб вырос до отметки 1921 пункт рост составил 0 2 процента индекс ртс вырос на ссоре не выроса снизился 0 9 процента пунктов составляет валютный рынок рубль к сожалению ослабел их доллару евро доллару на 57 копеек сейчас на споте дает 59 рублей 98 копеек за 1 доллар но судя по всему 60 мы сегодня покажем и евро рубля там же на споте 68 рублей 0 5 копеек 68 копеек составила укрепление евро друзья ну вот один индекс ммвб вчера получается порадовал нас по итогу давайте посмотрим по графикам какие были показатели он нам можно ждать сегодня так нефть марки бренд вчера снижалась в целом снизилась на двести сорок два пункта два доллара сорок два цента практически удавилась в 50 процентов по уровням фиба за последние дни если брать экстремум и она отбилась и закрылась внизу ударялась она в сорок семь тридцать восемь но закрылась сорок восемь двадцать три сейчас моменте давайте посмотрим чего нам ждать сорок восемь тридцать два ну девять центов наверх до движение показывает нам рынок небольшой рост на открытии часовой график выглядел так друзья целый день мы падали с небольшими попытками такими да ну а заключение и дипи американский институт нефти показал снижение недельных запасов на пять целых семь десяток миллиона баррелей что и подтолкнуло нефть наверх надеюсь что это движение сегодня продолжится импульс такой наверх не ожидая какого-то резкого движения серьезного но не знаю до уровня там не на сорок если дойдем до сорока девяти на мой взгляд будет очень и очень даже хорошо вечером конечно нас ожидает испытание очередное теперь уже от мистерства энергетики сша данные по запасам строя нефти от них ну посмотрим что будет во всяком случае мне кажется сегодня до запасов они будут восемнадцать ноль ноль подрасти вполне можно повел себя рыночно вырос рыночно снизился пер акции фьючерс на акции смотрите четвертый день подрос растет хорошо газпром тоже четвертый день подрос втб второй день снизился рост нефть смотрите после нескольких дней роста подснизилась вчера лукойл прожил уже рост причем четвертый день без остановки ну здорово здорово давайте посмотрим на акции от к система мы смотрим как она себя чувствует ну нет остановили и причем там последние дни 57 наверно она так стоит можно сказать френд вниз вот этот вот он пройдет все таки давайте уберем его чтобы самим себя не пугать он остановлен это совершенно очевидно идет боковик и давайте даже его поставим как и он идет то есть дальнейшего движения днем по новостям так он по сути с начала мая стоит в этом боковике пытается наверх пробиться но это было таскать ложная информация о том что он отзывает из вниз пытается пробиться тоже не пускают ну то есть такой боковик себе не страшно во всяком случае нового корона это волне тоже идет наверх пор их друзьям евро доллар вчера завершились плюс сегодня открылись опять в минус такое впечатление что доллар сделал вчера передышку сегодня возобновляет да свое давление ноуте фунтика вчера сегодня растет то есть нет однозначной картины нет абсолютной доминации доллара доллар иена третий день иена укрепляется опа доллар франка но доллар похож на евро конечно он ходит вот вчера снизился на сегодня эта валютная пара растет доллар канадец второй день растет доллар они вытянули нефть смотрите в конце закрытия но понятно откатили доллар канадец от хаёв да но плюс не зашли по канадцу австралийский доллар друзья второй день на открытии вверх-вниз вверх-вниз и стоит выбирает направление вот это на сегодня самая неопределенная пара я наверное в австралии сегодня не советую ходить так же кстати как и в новозеландец тут вообще третий день можно сказать вверх-вниз вверх-вниз про то что внизу такие усы такое впечатление что новозеландцы они хотят опускать вниз значит хотят потянуть наверх вот его может быть стоит посмотреть наверх сегодня но тоже осторожно золото друзья два дня поросло сегодня вниз серебро вообще нет вот пять шесть уже шестой день шестая рабочая сессия вниз серебро получается самый падающий инструмент сейчас поэтому с ним уж совсем осторожно глобальные новости друзья давайте посмотрим большая статья на блумберге на том что стратегические запасы снижаются прямо не нагоняют сегодня наоборот нефть в рост что значит за 17 недель общая снижение запасов снизилась на 13 миллионов составила 13 миллионов баррелей поэтому как бы нет должна расти обычно они сейчас не загоняют вниз а тут вообще-то так сказать вот они драматизировать даже я вижу что запасы нефти упали до самого нижнего уровня за более чем 12 лет мало того что значит они 13 миллионов баррелей снизилась за 17 недель так еще и самый низкий уровень составил сам показатель за 12 лет слушать а не нагоден сегодня нефти немножко в этот рост до 17 мне кажется до 18 и покупать нет можно на таких новостях ну а уже на сами запаса будем смотреть там вообще разводка может быть тоже сегодня вчера показали по египе снижение сегодня могут показать рост запасов запросто то есть запросто в элементе ни во что не верю поэтому перед запасами лучше выйти с рынка нефти сша заявили о готовности применить военные силы против кндр тоже подталкивает нефтюшку наверх это новость она ночная поэтому для нас ночная поэтому это серьезная тема это заявила ники хейли в ходе заседания совета безопасности по северной корее вчера был создан срочно совет безопасности он из-за пусков ракет корейцы северокорейцами вот америкоса так жестко поставили готова применить военную силу нефть конечно сразу выстрелит наверх доллар выстрелит наверх одновременно далее друзья я смотрю что блумберг активно наезжает на трампа значит что он в отличие от читая материал не понимает понятия так сказать достоинства президента партии фактически совершает национальную измену мыши на убит рел унижение подвергает страну и так далее ему надо учиться он андрейгена он не понимает этого общем а серьезная статья серьезный наезд что типа он вообще не достоин быть президентом по тем качествам которые у него есть уже я такого не помню никогда в жизни на американского президента так не наезжали жестко далее друзья европейский союз и заключил торговую сделку с японией торговые договора сотрудничестве четыре года его готовили и вот я читаю что практически 99 процентов всех товаров и торгуемых между евросоюзом и японии отменяется всякие таможенные тарифы оба на 99 процентов товаров между европа и японии отменяется таможенной тарифы это серьезный толчок будет для роста для роста но имеется ввиду прежде всего что толкио открывается рынке для сельхозпродукции из европы а брюссель открывают двери для японских автомобилей это очень серьезное действие друзья мне кажется еврика японская иена только на это новости сегодня должны расти это вообще я не помню обычно американцы такие глобальные договоры здесь смотрите европейцы с японцами договорились четыре года шли переговоры мне кажется еврик и иена сегодня должны укрепятся укрепиться обе для обеих сторон очень хорошие новости друзья готовятся к выборам президента которая будет в марте следующего года и вот я удивлен прочитать что наиболее вероятный сценарий участия владимира путина в президентских выборах это самовыдвижение оба а как же единая россия следующая новость тогда вообще непонятно значит левада центр увидел резкий рост рейтинга единой россии ну а если вы увидели резкий рост рейтинга то почему президентом партия своей не выдвигается которая его поддерживает как-то непонятно вот это вот этот вопрос ну и вообще я честно я не помню кто у нас был самовыдвижением у нас обычно всегда партия двигала же ты кандидатов президента значит друзья сейчас много идет разговоров о цифровой экономике россии за рубежом и вот смотрите у нас вчера был прямо целый день цифровой экономики прежде всего владимир путин перед саммитом большой двадцатки опубликовал статью под своим именем в газете handelsblad где заявил что понятно что эта тема будет обсуждаться на g20 информационная безопасность прежде всего и владимир путин статье пишет это перевод риа новости пишет что россия последовательно выступает за свободу доступа к коммуникационным технологиям включая сеть интернет большое значение придаем защите прав человека в информационном пространстве это хорошо при этом цифровой среде как и в любой другой свободы ни в коем случае не должна поменяться вседозволенностью и безнаказанностью но как-то тут я не соглашусь потому что в контакте там людей сажают очень сильно за публикации как-то это не очень похоже на право человека в информационном пространстве нас наоборот сейчас все в контакте закрывают все счета в контакте все счета закрыты у тех у активных спикеров потому что там час могут поднять за любой период и вообще и общая рекомендация в контакте немедленно закрыть потому что там поднимают сейчас за все периоды могут подняться 2008 год и принять какое-то решение по человеку но то что в принципе такая вот понимание коммуникационным технологиям это хорошо у нас с вами оператором является компания и коты менеджмент что означает информационно-коммуникационные технологии то что президент говорит об этих технологиях так много тем более зарубежных сми да просто здорово это здорово вот внутри страны тоже прошел вчера прошел совет по стратегическому развитию владимир путин на нем призвался чиновников совершить рывок чтобы не проспать технологическую революцию нужна цифровая экономика уже готовится уже даже я читаю что никифоров министр связи пишет что уже разработала приоритетную программу цифровая экономика рассчитана до середины следующего десятилетия о отличные новости и трейд тв и интерстрим в целом как категория это высокая и технология цифровая естественно здорово здорово причем готовятся таскать развитие инфраструктуры линия связи центра хранения обработки данных массовая цифровая грамотность снятие правовых барьеров лоо здорово препятствующих внедрение инноваций а также инструменты поддержки компаний занимающихся цифрой оба нам ну красота это просто праздник какой-то если это случится здорово здорово наконец друзья макинси провела анализ российской экономики говорить что да если цифровая экономика пойдет россии то это увеличит 2025 году вл.п. россии на восемь целых девять десятых триллиона рублей оба на огромное количество денег я хочу вам сказать 4 даже 4 триллиона это огромные деньги у нас сейчас там сколько около 14 до триллионов по взрослому мы вырастим процентов это выглядит так цифровизация обеспечит от 19 до 34 роста процентов роста ввп россии какие прямо оптимистичные идут прогноза здорово здорово если это случится будет здорово друзья продолжается история с расселением пятиэтажек москве я вижу что депутаты госдумы отказались запретить расселять пятиэтажки промзоны оба на а что значит промзоны то есть это строительство на промзонах что ли ну промзона конечно это серьезно там и производство и пыли запах и гарь это нас там все-таки пока еще не сильно цифровое производство скажем так вот так что могут рядом с нефтяным каким-нибудь переработчиком поставить запросто домик и живите ну зря зря если уж пересекать людей то как-то цивилизованное условие промзона это вообще не совсем то о чем речь давайте бросим монеты друзья что нас может ждет по нефти buy sell две стороны монеты оба бай видит монета ну наконец-то слушайте первый раз за семь дней последних или даже за 8 6 июля монета увидела бай неужели неужели давайте посмотрим на экономическом календаре как выглядит ситуация значит на экономическом календаре ситуация выглядит так с утра серьезного 15 15 изменения числа занятых в нефтельскохозяйственном секторе от эйди пи ждут снижения сама сами non-farm payrolls завтра пятницу а предварительные сегодня 15 15 15 15 общее число лиц и число первичных заявок на получение пособия по безработице в сша обе цифры важные так что 15 15 15 15 30 будем бдительны ну и конечно запасы сырой нефти в 1800 три таких серьезных события сегодня у нас которые могут повлиять на рынок подводим итоги друзья по мой взгляд вчера достаточно глубоко мы прошли каждый день по стольку падать нельзя мне кажется сегодня какая-то коррекция вчерашнее падение должна быть умеренный рост какой-то вполне допускаю по нефти в таком случае до 18 00 до но обе оглашения новых так сказать цифров от министерства энергетики сша по запасам сырой нефти предсказать даже не берусь сейчас могут показать если если и показала снижение 5 7 миллиона эти могут показать рост 5 7 миллиона и в то же время нефть потянуть наверх на этом росте запаса все что угодно поэтому призывают 18 00 закрыть свои все нефтяные позиции и посмотреть что объявят потом уже действовать по той ситуации куда потянут рынок в первые минуты покупать точно сейчас не надо как правило все последние недели это развод а потом уже чем минуту через две-три выбирается подлинное направление туда движется она вот на самом оглашении могут развести вверх-вниз достаточно глубоко далее российский рынок на этом естественно я ожидаю и укрепление рубля умеренно и ожидаю отдельных корпоративных историй ртс как ни странно нефтюшка у нас по дню растет а вот все растет ртс снижается почему-то не верят в рост нефти может быть такая прямая зависимость уже как-то и не хочет себя проявлять поэтому давайте вот я остановлюсь на прямой рекомендации покупка нефти до 18 00 а вот по даже не понимаю почему все так растет и так снижается в моменте учат по сегодняшний день он происходит может мы что-то не знаем и явно чего-то не знаем друзья то касается по доллару коллеги пытаются европейские валюты пробиться наверх картина разнонаправленная сожалению золото и серебро опять смотрят вниз отдельные истории сегодня выбираем общего тренда нет спасибо всем коллегам всем удачи до свидания